Проблемы не решаются, как не решались, так и не решаются. Никаких изменений к лучшему в нашем районе я не вижу березы. Канализации как не было и нет. Хотели провести электрические счетчики наружные, так и не провели. То есть свет отключают постоянно в любой момент, не предупреждая. А канализация это вообще безобразно. Только безработица, да, с ней работают, молодцы, уезжают. Меня уволняет сейчас, когда Таня в школе, непонятно, кто будет хормить. Вообще, через месяц учиться начинаем. Очень непонятно, куда мы с этим живем, никто не общается здесь. Как было, так и есть. Никто на наш вопрос, никто не реагирует. Сколько бьемся, вот с какими бы вопросами, куда бы ни обращались, а вот с иными там. Как было, так оно и есть, еще хуже. У нас никто не слышал, что стоящее руководство. Я не знаю, куда еще обращаться и как работать дальше нам. Первое, что бросается в глаза самим демитровградцам, сползание в социально-экономическом развитии. Сегодня город Атомщиков по этим показателям на 11 месте из 24. Можно списать на пандемию, но уже в 2019 году город был здесь на 9 месте, при том, что с 15 по 18 стабильно входил в первую пятерку. По итогам 2019 года город Атомщиков вошел в пятерку аутсайдеров. То есть пятерка худших среди всех наших муниципальных образований, сельских муниципальных образований. Второй населенный пункт региона, Наукоград, развитая сеть социальных учреждений, весьма перспективная промышленная площадка по уровню одобрения населения местной власти на последнем месте. Многовато было политики и маловато было реальной заботы о людях. И люди это почувствовали. Результат этого чувствования, да, то есть нужно понимать, что падение уровня позитивного отношения к органам местного самоуправления, небольшого по большому счету города, в котором все всех знают, все все понимают. На 20 с лишним процентов за год это очень много. То есть рейтинги одного отдельного человека, чиновника, пускай даже руководителя могут динамично меняться. Но когда рейтинг институтов, я говорю о представительных органах, об органах местного самоуправления в целом так динамично меняются, это по сути означает стремительное их падение. Это не просто звоночек, это, мне кажется, уже колокол, это что-то очень громкое. И требующее первостепенного внимания тех, кто принимает сегодня решения в различных отраслях социальной сферы экономики в городе Димитровграде. Теряет второй город области и в инвестициях. Разница за пару лет почти на треть, минус 2,5 миллиарда. И в обороте организаций, а это аналог ВВП, только для муниципалитетов. Здесь у Димитровграда просадка до 23-го, предпоследнего места. В 2019 году 82% от уровня 18-го и всего 87% в первой половине 2020-го от предыдущего, невыдающегося результата. Ну, вы можете сказать, вот здесь за уши притянуто, вот здесь, может быть, службы занятости жестоко работают с городом Димитровграда. Может быть, молодцы власти Димитровграда и, наоборот, помогают людям, хотя бы на бирже их за... Давайте посмотрим тогда НДФЛ. Вот я считаю это самым справедливым вот этим показателем все, что касается налогов. Это же ведь конкретный показатель. Пришел, заплатил. Не пришел, не заплатил. Это не грима статистики, не система учета, не там еще чего-нибудь, давление, может быть, администрации областной. Ну, давайте вот честно, вот посмотрим, сколько заплатили. За текущий период этого года сокращение составило минус 15%. Все это, по мнению экспертов и политологов, прямая связь игр в большую политику в маленьком городе. Вместо решения насущных задач дележ кабинетов споры о главе при ошибках в собственных документах, которые привели в суд пятерку депутатов. Хуже жизнь, ниже рейтинги руководителей. Отныне у всех желающих избираться и быть избранными, у Ульяновской области есть наглядный пример, как это бывает на самом деле.